Купил эту кофту, вот оставляю ссылку, блядь, завален. Ребят, не заваливают директ сообщениями. Но вы сейчас за эти 5-10 минут написали мне массу сообщений с поддержкой. Одно сообщение меня немножко так, ну, взбудоражило. Она написала, что Жень, ты похож на человека, который близок к суициду. Так вот, что я хочу сказать и скажу. Я человек православный, верующий, вы это знаете, и жизнь это подарок Господа Богу, и я никогда не откажусь от этой жизни. Поверьте мне, я проживу очень долгую счастливую жизнь. Значит, возвращаясь к теме, плевать вообще, что обо мне скажут, что обо мне подумают, что будут говорить, вообще плевать мне. Простыл, да, я вчера, вот этот дом, который вам рассказывал, я остался там ночевать и включил там этот газовый обогреватель, мне рассказали, как он включается. А за ним, оказывается, надо, короче, там пиздец, надо чинить там все. И он в середине ночи, я так предполагаю, он выключился. Да и все, и чай, проснулся, блядь, у меня, блядь, чуть ли не минус 20 в доме под простынкой. Вот в этом костюме спал. Один, блядь, в доме 650 квадратов. Не важно, не хочу об этом. Я закурил снова. Да, я, блядь, думаю, что я и забухаю сейчас, и вообще, мне вообще плевать, блядь. Вы знаете, самое страшное, что стало происходить в последнее время, мне стало плевать, блядь, на мою жизнь. Мне стало плевать на себя. У меня страшнейшая апатия, у меня ощущение четкое того, что у меня, блядь, нет рук. О нет, давайте без мата я буду. Я буду эмоционально, но не буду, буду стараться без брани. Я не могу их поднять, они вообще не поднимаются, я их не чувствую. Вы понимаете, о чем я? Я не вижу света. Пустота и одиночество поглощает меня с каждым днем. Это не произошло сегодня. Не произошло вчера, это произошло давным-давно, но я, как шут, как клоун, как весельчак, надел маску человека, у которого нет проблем и забот, у которого все хорошо, он радуется жизни. А вот сегодня я эту маску снимаю, и вот сегодня так. Вот запомните это, ну не знаю. Я ненавижу себя, вы пишите, полюби себя. Я кричу на всю вселенную, на весь мир. Я ненавижу себя. Я не люблю себя. Я не верю в себя. Я не чувствую себя. Я не вижу себя. Я не слышу себя. Я потерял себя. Так хотите? Давайте вот так разговаривать. Честно, открыто разговаривать. Мы же привыкли все скрывать. За семью печатями, строить из себя счастливых людей. Да ни хера подобного. Девяносто, блять, девять процентов населения, живущих на нашей планете, блять, несчастные люди. По-настоящему несчастные. Может быть, я не прав. Скорее всего, я не прав. Да, наверное, заберу эти слова обратно. Я буду говорить только за себя. Не буду говорить ни за кого. Я ненавижу себя. За свою лень. За свою слабость. За неумение быть сильным. За неумение брать ответственность за людей, которые тебя любят. Я ненавижу себя. Я не знаю, кто так делал. Я предполагаю, что в нашем обществе, в современном, не принято так делать. Но я могу сказать одно, что мне нужен специалист. Специалист. Мне тяжело, я сам не справляюсь. И это продолжается уже давно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, не наверное, сто процентов. Мы абсолютно разные люди. Мы все разные. Я говорю про характер, про отношения к жизни, про интересы. Про все в целом. Про приоритеты. Мы разные. Мне страшно. Просто страшно. Каждый день я просыпаюсь с мыслью от того, что мне страшно. Блядь, я стал бояться. Как бы описать вам мое состояние на сегодняшний день? Я нахожусь в каком-то пространстве, в очень огромном. По размерам это бесконечная вселенная. Я в нем один, и времени там нет. Там холодно. Там... Я не могу сказать, что там кромешная тьма. Ну, там сумерки. Там абсолютная тишина. И я там один. Там больше нет никого. Вот мое состояние. Пишите что угодно. Пишите что угодно. Я абсолютно честен перед вами. Я чист. Я не употребляю наркотики. Да, я периодически выпиваю. Но сейчас перед вами сидит тот человек, который сидит в каждом из вас. В каждом из вас. просто не каждый на такую большую аудиторию готов... Я говорю по словам большая, что вот у нас сейчас там 500 человек, но я знаю, что какие-то фразы, может быть, они разойдутся по этим там внутренним пабликам. И это увидит больше людей. Может быть, просто мой сегодняшний эфир кому-то поможет... Кому он может помочь, если перед вами сидит человек, который опустошен максимально. Ребят, я, вы знаете, в каждом, знаете, вот есть выражение, что мой кувшин. И вы знаете, он не просто высох у меня, в нем нет ничего, никакой жидкости. Он у меня уже треснул и начинает осыпаться. Я долго, кстати, решался на этот, ну вот, на этот эфир. Но мне не давало, знаете, что вот эти амбиции, выбранный мной когда-то образ. Искренне надеюсь, что после этого эфира мне станет легче. Я предполагаю, что большое количество сидящих людей сейчас перед своими гаджетами тоже испытывали, наверное, такие эмоции. Депрессия, панические атаки, да хватит народ. У наших родителей слова таких не было, потому что они крутились, как бил... Видите, внутреннее несогласие. Несогласие связано с тем, что вы меня... Ну вот, вот эта девочка конкретно на меня не услышала, не понимает. В этом-то и сложность. Ты пытаешься открыть душу, быть честным, тебя не слышат. Ну или не хотят слышать, или просто не понимают. Тебе нужно домой к родителям. Я не хочу в таком состоянии ехать к родителям. Мои родители не заслужили этого. Мои родители достойны того, чтобы к ним приезжал. Успешный. Сильный. Уверенный в себе. Самодостаточный. Сын. Поэтому... Нет. Нет. Где этот... Где этот веселый кузин со своими шутками? Я так устал. Плевай вообще. Пусть... Вот вы видите это. Смотрите. Даже не буду отключать. Я просто устал. Я... Ай, блядь. Вот он я. Настоящий. Живой. Чистый. Вот сейчас я максимально чистый человек. Без масок. Без границ. Я давно хотел прийти к вам. Ну... Откладывал. Прошу вас, запомните мне таким. Теперь вы видели все. Я люблю эту фразу. Ты очень слабый, значит, душа чистая. Да, ну... Да, слабый. Я слабый. Слабый. Очень слабый. Интересно, сильно ли это, признаться в слабости своей. Есть ли в этом сила? Наверное. Наверное, есть. Наверное, есть. У меня нет ни одного человека в этой жизни. Я не жалуюсь сейчас. Я хочу, чтобы вы подчеркнули это, потому что я предполагаю, что у многих этого человека тоже нет жизни. Которому я могу позвонить и поделиться своими эмоциями, своими переживаниями. Я не наезжаю... Ни в коем случае. Каждый живет в своей зоне комфорта. Каждый думает о том, как ему прожить и выжить. Или жить, неважно. Все по-разному. Ну, просто это так грустно. Просто это так... Мне казалось, что вот где-то на... Через 10 минут моего откровения с вами мне станет легче. А мне, блядь, еще тяжелее становится. Мне казалось, что приоткрыв дверь в мой мир, я сейчас впервые в жизни вас пустил... Давайте я буду говорить вот такими вот... Высокими фразами. Я впустил впервые в жизни вас внутрь себя. Мне казалось, мне станет легче. Нет, мне, блядь, стало тяжело. Еще сложнее почему-то. Я не знаю, что мне делать. Вот я сейчас сижу в машине... Ну вот... Я не знаю, что мне делать. Блядь, мне даже идти некуда. Ну, то есть есть, куда я не хочу. Я не понимаю, я не знаю, что мне делать. Помогите мне. Я не знаю. Я стою рядом с домом, где сейчас на 12 этаже находится моя дочь. Я хочу к ней пойти. Мы же люди. Даже животные помогают друг другу. Помогите мне. Я не знаю. Я чувствую себя сейчас... Только рожденным человеком. Абсолютно голым. Не понимающим, что происходит. Впервые открывшим глаза. Впервые услышим... Я услышал какие-то звуки. Многие могут сказать, что... Жень, это... Это пройдет. Вот очень многие пишут. Вот я так читаю. Это пройдет. Это все. Блядь, ребят, это уже, блядь, полгода. Это уже больше, чем полгода. Я каждый день... Каждый день... У меня это вошло уже, знаете, вот... Как за правило, что ли. Это каждый день. Многие напишут, что это там... Период такой... Связанный с возрастом. Это уже полгода. Люди, которые... Что-то понимают. Они давным-давно уже все это видели и чувствовали. И понимали, что все это... Ширма, за которой... Которая я спрятался. А вот сегодня я вышел... В зрительный зал. Спустился со сцены. Снял этот нос красный. Стер этот грим. Снял эти широкие штаны в полоску. Да. Да, наверное. Наверно, да, нужно, наверное, перегореть, чтобы потом восстать из пепла. Да, черт побери, я всю жизнь думал, что я человек, нет, я чертов феникс. Да, я тоже знаю, что, наверное, нужно упасть на самое дно, но только не перегореть, я уже сгорел, я чувствую, что я сгорел. Я знаю, как устроен этот мир, ну, как мне кажется, что я знаю. Скорее всего, я ничего не знаю об этом мире, но я знаю, что закончится этот эфир. Каждый из вас начнет заниматься своими делами, забыв о том, что они сейчас услышали и увидели. Я понимаю вас. Но я очень надеюсь, что все, что сейчас вы увидели, кому-то поможет и на кого-то повлияет и изменит угол направления жизни. Может быть, кто-то тоже запутался, сейчас увидел и что-то поменяется и изменит. Как-то так. Все. Все ушло. Я опять в маске. Я сказал практически все, что хотел сказать. Давайте шутить. Вы не один, целая армия вас поддерживает. Это хорошо. Вот именно, что не забудут, что Женя сейчас херово. У Саши мужчина появился, что ли? Ну, я не знаю. А если бы это так и было, то вряд ли бы я так переживал. Вы знаете, да, я сохраню этот эфир. Впервые, наверное, вы меня постоянно просите сохранить эфир, а я его сохраню. А пусть его увидят. А пусть увидят. Он закончится, этот эфир. Я его выключу, и я продолжу сидеть в машине. И мне так же будет некуда идти. Меня никто нигде не ждет. Ну, мои родители, все понятно там. Это все понятно. Мои дети, да. Это от сердца. От души. Никого, блядь. Ладно. В церковь зайти, помолиться? Жень, не сохраняй. Нет, сохраню. Сохраню. Ты сам во всем виноват. Конечно. Все верно. Да. Да, в какой-то момент жизни я подумал, что я являюсь хозяином этой жизни. И она принадлежит мне. И ничто, и никто не может повлиять на нее. И да, в моей жизни произошло максимальное разрушение. Максимальное. На сегодняшний момент я пережил 20-ти бальное землетрясение. Которое не существует. Ну, вот, 20-ти бальное. Разрушено все, абсолютно все. Не восстановить ничего. На данный момент. Мне сейчас придется все. От выбора земли и фундамента, и возведения стен, начинать все с нуля. Да, вы абсолютно правы. Я сам во всем виноват. Да, я согласен с этим. Но я и пришел к вам и сказать о том, что я сам разрушил свою жизнь. И я хочу ее поменять. Все просрал в этой жизни. Но я не все просрал. Что значит, я просрал в этой жизни все? Даже не хочу отвечать на это сообщение. Состояние один в один. Вот это и страшно, ты понимаешь? Вот ты пишешь. Мы никому не нужны. Вот это и страшно. Что мы никому не нужны. Я надеюсь, ты справишься. Верни все, что ты сможешь. Я не хочу возвращать то, что я потерял. Не хочу. Я хочу создать что-то новое. Что полностью поменяет мою жизнь. Возвращать утерянное я не хочу. Не хочу. Мне там ничего не нравится. Все, что было там, приносило мне боль. И разочарование. Не хочу. Сегодня, как бы это смешно ни звучало. И как бы помпезно. Вот с сегодняшнего эфира начинается новая моя. Я хочу так. Новая жизнь моя. Вот сегодня произошло. Выскажусь новым словом в нашей стране. Сегодня произошло. Я надеюсь, искренне на это надеюсь обнуление. Воздуха не хватает. Представляете? Круто. Осталось все это сделать. А то знаете, на словах я... Сами знаете продолжение. Где мои сигареты? Саша улетает с дочерью в Турцию. Я не знаю. Пусть летит куда хочет. Хоть, блядь, на Венеру. Солнца нет. Один раз довела себя до такого состояния, что уснула и не проснулась. Муж, родители думали, что у меня умирает мозг. По итогу организм так абстрагировался от проблем. Только психотерапевт помог. Я в начале эфира сказал о том, что мне нужен специалист. Я в открытую об этом говорю. Кричу. Говорю вам. Передайте, пожалуйста. Если у вас есть что-то, что делает, продолжает делать нас людьми. Помогите мне. Помогите мне. Я умираю. Не физически. Знаете, у меня приходят мысли. Не буду даже говорить об этих мыслях. Нет, они не связаны с суицидом. Нет. Ну, не хочу, не буду. Гневать Господа Бога не буду просто. Я потерял все. Люди теряют кошельки. А я потерял все. Ну, я не говорю. Слава Богу, у меня есть близкие, родные мои люди. Я счастлив, правда. Вот это единственное, что меня радует в этой жизни. Все потерял. Работу. Семью. Вот, блядь, вот перед вами сидит абсолютно голый человек, блядь, на необитаемом острове. Нет ничего вокруг меня на сегодняшний день. Я абсолютно обнажу. Я все потерял. Вот у меня нет ничего. Мне 37 лет, да. Да. Я, блядь, потерял абсолютно все. У меня нет ничего в этой жизни. Ничего. Ни материального. Ни духовного. Ничего, блядь, нету в этой жизни на сегодняшний день. Вот сейчас, в эту секунду, в эту минуту. Ничего, блядь, нет. У меня даже угла нету своего. И в этом виноват только я. И я признаюсь в этом. Мне не стыдно в этом признаться. Что я в 37 лет мужчина, который не добился ничего в этой, блядь, жизни. А все потому, что Мне казалось, что я Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok